здравствуйте вы на канале добрый день приветствую вас наши уважаемые телезрители и подписчики и не подписчик и подписчицы константину предлагаю снять бочку она из нержавейки не верю докажите давай обсудим комментарии снимали как мы комментарии комментарии обсуждаем же пуст в общем кому интересный комментарий мотайте сразу на конец смотрите комментарии до кого 30 и про бочку еще бочка интересно самом деле для питьевой воды нет нет есть у нее свои нюансы вот этой бочки я про нюансы расскажу кое-что увидел кое-что знаю значит почему знаю потому что это уже получается наверное клиент которому первый раз мы с лорочкой продавали технику лорочке привет от этих клиентов была одна из бочек нефтевоз которая мы после аварии снимали помнишь помнишь да вот и скажем так это почему еще интересно это бочка это как бы такая эпопея развития грузоперевоза к нефти то есть на самом деле это нефтевоз вот да и вот люди уже на протяжении нескольких лет возят нефть и вот они как бы ну руководствуясь этим опытом который за годы накопился они пришли вот к такому исполнению своеобразным есть свои нюансы ты сказала что это нержавейка вот почему нержавейка ну то есть надо сказать что это во первых термос с простого начнем то есть эта бочка термос внутренний сосуд сделан из нержавейки то есть наружу да понятно это черный металл обычный крашеный 0,9 гдвс там толщина не знаю может быть полторашка может быть двойка на облицовке не скажу честно не знаю но внутри нержавейка почему нержавейка потому что нефть как правило но это же смесь смесь из земли жидкости собственно самой нефти в чистом виде и разных солей разных примесей но одна из примесей которая идет с нефтью это сера которая в свою очередь перемешки с водой образуют серную кислоту который очень быстро разъедает сосуд из обычного черного металла и буквально там даже может быть год-два эксплуатации и бочка придет негодность то есть она будет вся в дырках на это я только примерно будет разъезд а вот пост поработать посмотрим но теоретически до сталь нержавеющая здесь по моему я не помню как по нашей отечественной классификация называется если импортной классификации руководство называется аисе 304 внутренний сосуд по толщине по моему здесь четырех миллиметровый сталь стоит но тоже не увидим ну можете на слово поверить вот ну чё вверх полезем насос да 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 давай до насоса то дойдем еще потом или с насоса начнем но если ольга хочет насос значит что-то там интересно давай с нас не не знаю где насос не знаю где насос а тут думаешь насос есть свн-80 ездить точно ой ты меня коробки привела герга такая привела мне коробки насоса свн-80 ну давай посмотрим что то я не знаю я знаю то что там внутри точно свн-80 а смотри как он сделан интересно то есть к нему никаких патрубков не подходит постоянно то есть у него просто выведены две крышки ну и соответственно у него сделан гидравлический привод вот всеми любимая розетка помнишь да а вот тут как слушай вот он чудо чудо вот так вот ладно это не в 220 сувать а может пошутим насос насос работает в двух исполнениях он может нас надо работать от гидропривода может от розетки работать это шутка такая это для хитеров которые могут которые могут потом написать что-нибудь неприятное гадкое значит очевидно здесь все сделано по то чтобы собственно ну работал либо сливом самосливом либо использовать насос но подключать его через шланги шланги находятся в рукавах у нас здесь у нас диаметр получается 100 миллиметров посмотрим я что-то не помню видели мы с тобой шланги 100 миллиметров или нет как они сделаны да но не такие же то есть это импортно идут запрессовкой так называемых газофлекс если ты внутрь посмотришь что это то у него спирали внутри и снаружи то есть такой рукав может работать как на вакуум так и на избыточное давление то есть он и не схлопнется то есть одна пружина которая внутри у него нависка находится она не дает рукаву схлопнуться если вдруг он будет работать где-то в вакуумной установки да ну либо вакуум создавать то есть насос будет всасывать ну и собственно не дает понятно разбухнуть потому что у него наружная спираль рукавчик мы имеем пенал здесь сделан из оцинкованной трубы потому что по моему просто такого диаметра пластиковых труб а хотя не вру почему бывает есть 110 труба пластика последующий по моему идет 200 но очевидно решили что из оцинковки из навивной будет покрепче на дольше хватит булавочка горячо любимая нашим подписчикам которые с нами идут уже самого начала не знают хохму с булавочками все используют булавки я до сих пор использую штаны когда начинают дома слетать я раз резинку булавочкой продел да и все и штаны не спадать ладно сос посмотрели отсек утепленный хотя ну не знаю тут смысл его особо утеплять я не вижу у нас были варианты исполнения когда мы в ящик ставили еще дополнительно подогреватель это вот пробочка смотри сливная кстати здесь она задубела я и сейчас не засуну но судя по всему это вот пробочка который используется в легковых автомобилях для затыкания полостей в которой обычно мы виле мы виле ничего любимые вот не пойму смысл утепления в данном случае ящика особого смысла потому что он ну без автономного кода подогревателя смысла в утепление я не вижу я его не понимаю не знаю надо будет спросить у наших конструкторов при случае спрошу обязательно ладно что он ты мне еще хотела показать теперь наверх наверно наверно нет давай покажем ну пойдем по машинке будем потихоньку показывать все особенности да вот я здесь увидел что здесь стоит противоподкатный задний брус который можно значит регулировать ну или саморегулирующий скажем так то есть у него здесь вот есть палец значит и есть шарниры на котором он может вращаться то есть у него несколько положений и теоретически у него особенность какая что при движении вперед если вот эти пальцы убрать то есть их можно убрать совсем он будет отыгрывать то есть при переезде неровности при движении вперед он будет отыгрывать то есть он вверх будет ну на какой-то неровности скакать и собственно потом возвращаться под собственной тяжестью обратно вот такая цепочка честно говоря не помню нет для чего напомню она для снятия статического напряжения ну основное у нее предназначение это для снятия статического напряжения но я какую-то статью считал вот это вопрос нашим подписчикам и там мнение расходились что вроде как ну да с одной стороны там что-то снимется с нее с другой стороны она сама когда по дороге идет она иска создает ну немало если вдруг где-то капелька какая-то будет то есть непонятно что от нее больше пользы или вреда но это это вопрос знающим людям подписчикам так но здесь вот все понятно видно бочку проливали здесь остатки воды кран не стали закрывать но все нормально значит насколько я помню особенности вот у данного покупателя нашего может быть кому-то из наших но телезрители это будет интересно и собственно их заинтересует работают они они наверно уже не буду говорить на какую нефтяную компанию что последнее время за упоминание нефтяных компаний различных и нефтесервисных нас начали ругать поэтому просто буду говорить что на букву r вот и вот значит специалисты компании r когда свои требования выставляет грузоперевозчику в данном случае нашим уже партнером кто перевозит нефть значит одно из требований должна быть поверка на бочку и собственно люди не совсем глубоко разбираются хотя мы по документации рыли как бы изучали этот вопрос да на нефть на нефть не требуется документа поверки на ее достаточной калибровки там есть своя особенность поверка требуется на бензин тем не менее значит собственно работодатель требует поверку поэтому особенности этой бочки в том что мы ее сделали то есть это нефтевоз по сути с особенностями с диаметрами там с нефтевоза но со всеми другими признаками косвенными которые дают возможность сделать поверку получить документы соответствующие сертификата по ферке поставить клеймо поверить или и так далее может быть кому это тоже понадобится собственно мы это дело ящик надо закрыть до а это как смотри ты как тут сделали это хорошо резиночку поставили чувствуешь до фирма все биться не будет до резиночка здесь вот видишь колодец это через который шла запенка то есть его потом заклёбывают такие же колодцы наверху мы их часто шутим как бы проводя аналогию с колодцами этих шахт ракетных на подводной лодке говорю сразу почему у нас все ассоциации с ракетами потому что у нас тут все город кругом да у нас тут кругом ракеты делают если кто не знает и все работники нашего предприятия ну не все скажем так подавляющее большинство так или иначе связаны были были связаны или будут связаны или или может быть параллельно параллельно подрабатывают до ракеты рисуют мы даже шутим иногда так какую-то какую-то новую разработку делаем ну какой-нибудь бочки там прицепы еще чего-нибудь делаем 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 и нас директор иногда ругает ну вот чего сделали это что она такая там дубовая крепкая так далее выгод ну чё делали делали а все равно ракета получилось ну бывает такое ладно тут у нас чё это интересный ящик какой-то честно скажу я его раньше не видел неужели это стандартный с камазом идет да не пойму наверное не пойму какой-то ящик zip такие кронштейны у него серьезные сам он пластмассовый кронштейны металлические так лезем лезем наверх может быть чуть наверху увидим но здесь не хватает еще одного поручня эти честно скажу в этой площадке так ольга залазит давай лезь значит нету поручни ты поняла да на всех на всех остальных наших топливозаправщиках был поручень рядом с лесенкой здесь почему-то поручень и тут это странно вот очень странно мы этот недостаток заметили надеюсь наши конструктора не просто так это сделано чем мы сюда собственно залезли держи мы хотим убедиться что бочка внутри у нас из нержавейки да то есть какая отличительная черта бочки из нержавейки так это сюда сюда она должна быть белая да то есть вот отсюда видно что она у нас белая красивая сверху она покрашена немножко вот там видно даже блеск то есть если бы это был черный металл что-то дальше после ну после проливки достаточно быстро он покрывается окислами здесь вот видно что металл у нас нержавейка и даже мы сейчас можем определить толщину примерно на глаз на вернее на палец тактильным ощущением да мы вот посмотрел здесь вот край обрезан ну судя по толщине это не меньше четырех миллиметров судя по тактильным ощущениям вот стоит мерный уголок о котором я говорил хотя в принципе по нашим законам всем для нефтевозов он ну собственно и не нужен ну вот попросили и вот клеймо поверителя здесь вот видишь вот эта заклепка это клеймо поверить закрываем очень тут все красиво тебе понравилось люк алюминиевый люк суши жизнь нержавейки люк теоретически должен быть алюминиевый ты знаешь по каким требованиям он алюминиевый люк должен быть сделан из металла который исключает искрообразование чтобы пары не воспламенились собственно поэтому он и делается такой нашла себе место долго я что-то не пойму закрыл не закрыл вроде закрыл вот видишь я вот про эти штуки говорю которые мы через которые мы запениваем и потом потом их заклепывая но такая бочка сверху это вот из экологического короба слив сейчас мы будем в обратной последовательности спускаться да чтоб не свалиться здесь высота но учитывая габарит автомобиля верхней не выше четырех метров вот здесь вот здесь где мы стоим здесь где-то чуть ну горя на метр три с половиной крепко держись надо понимать очень холодно а у конструктора где поручень да где поручень то я те кину камеру сейчас и все тут почему-то не приварено а почему не приварено правильно сделали не приварили вот это грамотно сделали получается лесенка с бочкой не приварено потому что бочка имеет возможность шевелиться и про вот это мы сейчас расскажем вообще на этой бочке по моему мы до этого всего лишь один раз использовали такую скрип крепление схему крепления сосуда это мы делали хина топливозаправщик хина мы делали 15-кубовой им дизнержавеющей стали почему запомнился то есть там не было сосуд крепился не на лентах здесь тоже обратите внимание классических лент которые на большинстве наших бочек есть здесь они отсутствуют да но вы спросите как же так без лет до этого нам говорили ленты передачи при передаче крутящего момента и далее мы скажем мы здесь вот интересную схему применили мы сейчас покажем то есть бочка вообще она имеет четыре ложемента то есть она лежит значит на четырех ложементах и нагрузка период переходит на раму значит в четырех ложементах но есть интересная особенность два ложемента ну назовем их условно жесткими они значит вот они выходят и крепятся к надрамнику болтовым соединением крепким мощным а два ложемента который крайне я не знаю даже мы сейчас наверное ноу-хау выдаем или вообще как бы секретную разработку да она имеет вот такого скажем ну правильно назвать будет маятникового типа качающего движения есть возможность качаться то есть она не имеет жесткой конструкции в принципе все нагрузки кручения они нивелируются за счет этого то есть это шарнир здесь шарнир и вот здесь вот сзади друг еще один шарнир вот здесь вот надо показать второй шарнир вообще как-то мне попалась брошюрка интересная по теории как раз советская еще по теории нагрузок и идеального варианта значит крепление вот этого сосуда или навески на шасси автомобиля там немножко другой был конструктив там спереди был шарнир один действительно такой же как по центру а сзади здесь было два шарнира по типу по самосвальному типу вот но в том случае в советском варианте там всего было получается две точки опоры передняя и задняя вы вот как бы такой симбиоз придумали ну что бочка большая 2 опор недостаточно мы их сделали четыре но вот такой конструктив с такими шарнирами ладно пойдем дальше камаз здесь 65 224 я на камине посмотрел я не знаю да мне опять попалось то что с подкачкой идет то есть идут мосты на мостах камаз написано мосты эти получается с разнесенными редукторами но не с подкачкой то есть вот он стоит кран который открывает закрывает вот получается выход это получается ну в данном случае из моста выход уже сам проходит через кран и идет уже вот на золотник колеса вот такая конструкция интересно я вообще ну не видел потом давай посмотрим наверное что тут в кабине еще раз да и там мы обсудим комментарии у нас же еще комментария со стороны достой стороны сначала посмотреть тогда надо с этой стороны посмотреть так с этой стороны но мы уже сказали у нас гидропривод насоса либо гидравлический либо шутка электрический да там розетка есть ну собственно вот он гидробак по характерному виду гидробака можно сказать что это ну скорее всего италия скорее всего италия то есть готовую гидросистему покупаем то есть насос управление все клапан ну гидронасос тоже нмш а ой не нмш а что я говорю то итальянский ом nf что ли он называется давай залазим замерзли а подожди 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 вот нас как-то просили про лопухи посмотреть вот они эти лопухи помнишь то есть вот про бардачки нам ребята говорили значит но мы с тобой смотрели тогда в камазе 43 118 там пусто получается что они идут в комплектации только слева и справа на камазе на другом на более тяжелый за вас учишься опять 1024 нас тобой 65 225 машину еще надо проверить то есть 43 118 в камазе этого нет тут вообще может быть номер кабины должен быть по идее нет нет нету тут номера кабин либо под сиденье может быть не знаю не знаю кто знает объясните откуда этот карман почему он здесь от чего он здесь остался но вот этот крепеж вот он видишь он нам напрашивается просто четыре точки это кабина однозначно вот еще дырочка какая-то это наверное выход какой трубочки может быть трубочки под пневмо сиденья здесь мимо сиденья но вот это под что не пойму не знаю ну спальник наверное здесь все-таки до выше он даже может быть не шире чем в том урале который мы снимали да но он то что здесь можно сидеть удобнее здесь снимали видеоролик урал для японского рынка который нас собрал так много комментариев и так много просмотров больше наверное сколько больше 700 тысячи наверно больше тысячи тысячи уже до просмотров тысяч в общем тут я выбрала кое-какие комментарии в общем сергей иванов пишет палец вверх на премию шутите прикалывайтесь так лучше на на букву х это халибертон вопрос он задает значит шлюмберже зная работали на них это не мы говорим это сергей иванов ему претензии урал машина зверь мне он больше понравился чем камаз довелось даже на бензиновом урале поработать в 92 году николай коробейников японцы наверное ради металла наши машины покупают мы же сказали чтоб не японцы пошутили чисто тысяч или люди ролик или не смотрят или чё или так смо нет они может комментарии не смотрят нет мышцам сказали это все шутка это не для а куда это кстати ушло штаты купили лобомир пишет или лу лобомир а делитель лево вправо это просто ручка покажи здесь отделитель здесь делитель вверх вниз как был так остался вот он нет нет вот отсюда покажу вот она сложок вверх вниз вот он там было влево вправо кто говорил что в камазах уже давно влево-вправо вверх-вниз вот камаз новой 2018 года выпуска ну или 17 вверх вниз было влево-вправо я поэтому удивился думал что влево-вправо не видел я сейчас еще залезет в другую машину 40 117 камаз тоже платон моя коробки мультипликаторы собирают ну вот там что было у нас что-то такое было мы было вот такая коробка судя судя потому что сказал наш начальник отдела сервиса и гарантии там по-моему мультипликаторы был или как он сказал с демультипликатором он сказал коробка земли к даем я мз зимультипликаторы давно ты в камазе не сидел рычага с делителем вверх-вниз давно уже не делают на этом урале стоит стандартный камазовский еще раз покажи еще раз покажи еще раз покажи вверх-вниз вот видно видно для тех кто давно не сидел до ольга не звала не сидел интерн интернет-тейбл да какой-то интернет-тейбл лучший канал про технику так держать ну насчет лучше не знаю неплохой я лично академика смотрю прикалывает нравится так день зениткин у японцев уже есть трех мостовый митсубиши фуза 70-х годов очень похож на наш урал более новые модификации используются японцами для уборки снега вообще фирма митсубиши это оборонная фирма японии там так написал ануар сарсенгали по поводу того что японцы покупали технику у советского союза это далеко не шутка так как вся эта техника это чистый металл а как узнали что эта техника шла на переплавку очень просто япония скупала большими партиями машины камаз урал крас по территории самой японии их просто не находили то есть они сразу их утилизировали мне мой отец тоже рассказывал эту историю это ты пошутил там можно дарскому не поп рассказывал я не пошутил оказывается вот ануар говорит что так и было алекс главный ну блин праворукие страны англия пони новая зеландия австралия индонезия малайзия таиланд сингапур индия пакистан кипр пол южной африки и всего две страны в южной америке гаяна и суринам ну теперь мы будем я еще раз еще раз скажу алекс нам углевая ему от он на гуглил хорошо если ты это зал как бы вы это знали вы прошу прощения знали в интернете посмотри ну да а на самом деле тоже вот этой страны такой которую поехал вот этот вот урал он не на он не написал я вообще с англии ложенулся что-то сначала правильно сказал а потом потом почему-то я засомневался я просто это почему засомневался скажу я какой-то я помню что да в англии должно быть праворукое движение то есть там руль справа вот но я вспомнил видеоролик что-то мне в тот момент голову пришел я значит видео смотрел как собирают машины в англии и там собирали значит nissan qashqai вот и nissan qashqai был лево рульный да да но просто был для экспорта я вот что-то у меня вы в этот момент в голове какая-то нейронная связь разрушилась на передали не так соединилась я засомневался алексей демидов 99 году сам лично управлял и работал на праворуком урале с установкой синегорец 75 в компании урал лес город мяс а сейчас алексей демидов где я тоже работал работал в компании которая производила манипуляторы синегорец 75 но давно лет 15 назад я еще там работал нет такой час компании по сути нет ну не слышал я уже давно взъявдин да взъявдин если кто-то думает что и пушки будут на них ездить то вы ошибаетесь во времена ссср и пушки через наше министерство заключили договор на поставку нашей стороной рыбий чешуи открыли в прямой лицах начали отгружать продукцию если чешуя оказывалась поврежденной то всю партию браковали забирали за копейки два года гнали товар в японии а так как в мире чешую нигде не используют в производственных целях решили проверить что из нее делать а выяснилось что чешую высыпают на берегу а дубовые бочки бесплатную тару отправляет на мебельную фабрику вышло что мы два года бесплатно гнали им дуб англичанам поставляли по этой же схеме ветряные стекла которые упаковывали добротным лесоматериалом англичане в море выбрасывали стекло а лесоматериал увозили к себе бесплатный с кувалдами для эпошек вообще хохма у чешского народа была поговорка из одного краза получается две грузовые татры мотоцикл я во теперь тоже самое видимо по новому кругу ты как считаешь да не про чешую не не знаю ну понимаешь история такая штука значит кому интересно тот историю пишет как она была на самом деле мы не знаем прошу мы никогда не узнаем ну да наверное мы с тобой точно никто не если не узнаем альмир зритель думаю в японию таких грузовиков не впустят там же жестко с экологическими нормами они как у нас правда ведь у нас они не могут же правда вот эти вот уралы в японии не никак не поедут не знаю я не понимать что там у них с нормами с экологическими у них то фукусима недавно рванула там у них вообще никаких экологических норм нету больше а у нас как с экологическими нормам у нас такое ощущение что экологические нормы вводят только для того чтобы машины вообще не ездили габиде набалов на уралах 80 90-х годов выпуска гидроусилители руля тоже с правой стороны на уралах отъездил лет 20 плюсы это мощный ямзовский двигатель хорошая кпп двигатель очень экономичная в остальном сплошным минусы за уралом глаз до глаз постоянные подтяжки ступиц сейчас уже нет того хорошего двигателя если он про mz 238 вспоминал наверно ядно николай грещев и еще по проходимости урал лучший из лучших это реально машина для езды по бездорожью жесткому бездорожью там где все иностранные машины стоят этот урал спокойно проезжает те кто хоть раз ездил на зимнике со мной согласятся хаммер написал что помнит времена когда работая на камчатке на камазе мимо проезжал митсубиши тягач хлыстовоз три моста этих до безобразия надежных монстров ссср покупала японцев или бартер на лес урал чем-то похож на тот тягач только пониже немного на них стояли знаменитые печки обогреватели микку не да не знаю честно в общем в те времена мечта любого дальнобойщика вымутить где-либо такой девайс было крайне сложно почти нереально встречный хлыстовоз ночью можно было определить по гирлянде светящихся огней на кабине встречному транспорту оставалось сразу же прижиматься как можно правее вплоть до полной остановки во избежание сноса боковых зеркал разбития фары лобового стекла ветками елок которые он вез зимой особенно неприятно егорвод 98 кона написал нам что нам оставить так оставить глупости продолжайте шутить у вас это хорошо получается и питер вас смотрят и с нетерпением ждет новые обзоры нас еще свой болгария смотрит даже за за америке кто-то стоит обалдеть до из германии нас в городе с астралии тогда кто-то писал кстати от его о про отпуск куда ты собираешься здесь на рыбалке не знаю все зависит от того какую премию я про грузию вспомнила вообще интересно было вы слышите ваше мнение грузию поедем где поедешь отдохнуть в грузии и вообще дорого ли как у нас ездили в грузию ребят в восторге все в восторге ну с кем я разговаривал восторге кабулете наверно все самый лучший пляж считается да ну все поедем ладно давай сергей орлов константин и ольга на автомобилях есть таблички где о них автомобилях все написано как и на коробках на видео когда снимали слева видна табличка на коробке zip не всегда верной информации написано бывает zip с аналогичной модификации кидают на автомобиль короче не спешите и смотрите таблички таблички в дверном проеме справа да а на этом урал 44 202 05 1172 возможно урал 44 2027 05 174 установлена 10 9 ступенчатая кп ямз 1809 с двухдиапазонным планетарным демульпипликатором кстати меня гордость переполняет в кабине установлены мной разработанные раскладные сиденья надо же еще даже не переделали я так на себя сердился за это свое творчество еще лет до еще лет двадцать и ничего не передел радует еще лет двадцать не переделают ну вот и все собственно мы поговорили домой по домам по домам обед уходим будем думать об отпуске ты хочешь в отпуск в отпуск на морюшке покупаться я точно украине было сейчас и по грузию поеду не вот уж конечно хочу мне там надо огородом заниматься корову опять же собрался покупать или или козу я еще не определил напишите лучше козу давай козу лучше она поменьше козье молоко полезнее да она же жрать все будет а корова корова на мне кажется наверное будет дорого обслуживание буду на улицу выгонять пусть у соседей жрет так и козу также выгнать пусть у соседей жрет по выбору ты хотел спросить мнение совета подписчиков кого лучше козу или корову или курей ну все подписывайтесь на канал урал спецтранс не забывайте у нас есть группа в одноклассе вконтакте в инстаграм фейсбуке что-то видео свои не шлют или шлют мы не выкладывали были мы не выкладывали почему все время я хоть и хочу сказать что например сегодня после видеоролика там на кого-то вы посмотрите видео там такое-то ну такого-то подписчика и все время забывая записать какого подписчика и в общем кто прислал так ты просто скажи будет видео подписчика там напишешь что видео да да давайте сегодня в этом видеоролике у нас будет видео от подписчика да что за подписчик там напишем всем пока привет койка киром вот мой прицеп такими вот я занимаюсь вот такой вот внутри находится лист фанеры ламинированной которые финской так называемые это петля для крепления мотоблок значит борта все открываются и снимаются вот таких запорках все эти запорки неудобные вот так вот он открытый вот так борт снимается вот так борт снимается в итоге получается ровная площадка чухо что и ввози петли вот такие так подвеска значит передние рессоры от 469 уазика рамы сделано из профиля 50 на 50 вот 50 на 50 профиль водила 50 на 25 это все сам гну болты специальные из нержавейки чтобы замок поменять потому что разбивается крючки это про ушами для замков но они плохие общем это оцинковка вся спрос на прошлую зиму вот уже тут ржавчина такая придется ржавой стал так фанерой крепится вот на таком потайном винте вот в этой дырке там гайка сейчас все стал тоже делать из нержавейки на тот случай чтобы открутить так что еще тут сказать колеса жигулевские амортизаторы от волги передние тут уголок приваренный а здесь вось болт просунутый значит по электрике вот это гофра от машинки стиральной сливная приходит вот сюда в коробку распаечную и уже там на каждый фонарь идет свой пучок проводов значит скрутка залита термоклеем батарейка садится так что еще сказать фонари а вот тут вот на ноге шар от старого фаркопа сюда одеваю колпачок с машины снял сюда отдел так вот такие оси сейчас стал делать это профиль 60 на 60 ступица сборе задняя восьмая здесь высоту подбирают по месту и крепится все на стремянку который тоже по длине подбирается фонари значит задний ход с правой стороны с левой стороны задняя противотуманка поворотники это катафотики здесь по идее должен быть стоп сигнал а вот тут габарит там перегородочка габаритик маленький я все убрал здесь двухконтактная лампочка потому что габарит маленький но его плохо видно все вроде а вот еще крючки вот эти надо если тент идет вот по этому уровню крючки надо делать где-то сантиметров на 7 ниже чтобы веревка была вот таким зигзагом нужен для того чтобы когда груз какой-то лежит здесь большой и тент не натягивается веревочки хватило чтобы выбрать эти зазоры скажем так так сейчас стал делать крышки вместо тента идет крышка целиковая как бы так не очень удобно потому что тут у нас открывается и грузить как бы тянутся туда плохо так ну еще общем толщина фанеры пятнашка наверно нет или 18 до прицеп весом получается 160 или 180 килограмм это зависимости в каком чермете у кого какие весы значит самые нормальные замки получаются вот такие такой замок такой вот такой крючок то есть он ложится вот сюда вот так вот она ложится к этому борту к этому борту крепится и он уже внутрь вот так вот не шатается получается это запорка с этой стороны крепится и все четенько как бы так вот